Наши взаимо... Израиля, азербайджанские отношения давно вышли на уровень стратегических партнеров. И Израиль уже несколько лет поставляет в Азербайджан серьезную военную технику, серьезное военное оборудование, которое, в принципе, ему и помогло выиграть свою 44-дневную войну, правда, при наличии собственной армии, потому что без армии, без хороших настоящих солдат это бы не получилось. Но оружие поставляется, и в ответ Израиль покупает в Азербайджане нефть, нефтепродукты, и довольно-таки в солидном объеме, практически наполовину покрывает свои потребности в нефти. Так что у Азербайджана и Израиля совершенно другие интересы совместного бизнес-политика деятельности. При том, что Израиль всегда демонстрировал дружбу с Азербайджаном для стран Ближнего Востока. И все реально гордился тем, что если он может дружить с такой мусульманской страной, как Азербайджан, и более чем дружить, вести серьезные экономические товарообороты, то почему же он не может дружить с другими арабскими странами, мусульманскими странами? И это всегда было примером. И сегодня говорить о том, что Израиль хочет втянуть Азербайджан в военный конфликт, вы понимаете? Я хочу сказать, но если бы это была бы какая-то банановая республика, или даже Армения, которую можно втравить в любой конфликт, управляя ей, потому что в стране нет нереального экономики, нереального политического руководства, все, так сказать, рассыпчатое, все это мелкое, то встроить Азербайджан, изменить какими-то действиями внешнюю и внутреннюю политику Азербайджана, это более чем невозможно, это какой-то блеф и просто провокация. Азербайджан более чем самостоятельное государство со своим руководством, со своим народом, со своей армией, которая сама может решать свои проблемы, как он доказал не ранее. Поэтому все остальное – это инсунуации, которые для того, чтобы решать какие-то мелкие политические моменты и вопросы, и натравливание одних на других, и не более того. Страны, в первую очередь американцы и члены Евросоюза, имеющие интерес на Кавказе, воспользовались ситуацией. И в первую очередь они выдавливают Россию с Кавказа для решения своих политических вопросов. Именно политических, а не экономических. Потому что давай так, Азербайджан – самостоятельная страна, с которой надо договариваться, с которой договариваются, которые поставляют энергоносители в Европу на основании международных договоров, имеют десятки или сотни международных договоров с другими странами Евросоюза. Это страна, с которой надо договариваться. А с другой стороны у нас есть Армения, в которой нет ничего, в которой нет никакой экономики и нет в принципе на ближайшей перспективе завтрашнего экономического чуда. И зачем нужна эта страна только для решения каких-то политических вопросов? Первый из них – это выдавливание России с Кавказа. И опять же, слово выдавливание, оно, как говорится, говорит ни о чем. Потому что ввести американцев, Турция и так под боком, член НАТО, грубо говоря, и еще прихватить Армению и ввести в состав НАТО, чтобы построить там военную американскую базу – это маловероятно, и это никому не нужно в ближайшей перспективе. Поэтому в первую очередь… Юра, извини, но самое большое посольство в этом регионе, у них там есть, у американцев? Нет, так, слушай, я же и говорю, есть огромный политический интерес. Вот и все. Решить вопрос политический. Понимаешь, спроси меня, что сегодня решается на Украине? Экономический вопрос или политический? В первую очередь решается сначала политический вопрос. Вот и все. То же самое, что хотят решить американцы, французы в Кавказе с помощью Армении. Сначала решить политический вопрос. Сначала подчинить как бы регион своему влиянию, а вот когда они будут под американским полностью влиянием, тогда американцы начнут и думать, чего с этим делать. И мы видим это не впервой. Сначала надо завоевать страну, а потом думать, что с ней делать. Плана развития пока ни у американцев, ни у европейцев, тем более у французов нет. Сначала надо выиграть первый бой. Подчинить страну себе. Вот и все. И больше тут ничего нет. Продолжение следует...